Боюсь, честно. У меня такое настроение делать себе губы. В работе мы используем только премиум препараты. Я волнуюсь, а сейчас у нас в два раза больше препаратов. Это достаточно распространенная проблема, как гилауроновые усы. Самая сексуальная часть тела не эта, не эта. Всем привет, я Наталья Еселевич. Сегодня я в своем центре эстетики в Москве. Поздравьте нас, во-первых, с новой локацией. Мы сейчас находимся в 7 минутах от Красной площади. Буквально в 2 минутах ходьбы от метро Новослободская. Мы в самом центральном районе Москвы. В центре эстетики СССР. Я рада, что спустя полтора года я снова у себя в центре. И я иду, как такой клиент-оптовик, на все бьюти-процедуры. И в этой серии роликов я расскажу о косметологии. На моем канале уже есть видео о том, как я 2 года назад делала себе контурную пластику губ. Спустя 2 года препарат, он просто уходил, уходил, уходил. Почти ушел. Сейчас я хочу сделать себе посмелее. Почему-то я хочу прям, вот мне такое настроение, прям делать себе губы. Вот. И Виктория Николаевна, наш врач-косметолог, как раз сегодня дорвется до моих губ. Боюсь, честно. Поэтому напишите обязательно в комментариях, поддерживайте меня. И если вам интересно, конечно же, я буду продолжать такие видео. Но уже тогда не на губах, а на других зонах. Ну что, друзья, все, пойдемте. И заодно посмотрите на наш красивый новый кабинет косметологии. О, Виктория Николаевна, все, доверяюсь, пришла в ваши руки. Сделаем все натурально и естественно. Всем добрый день. Сегодня я буду проводить контурную пластику губ для Натальи Яслеевич. И мы уже определились с формой и с объемом. Я немного расскажу, какой препарат мы выбрали. В работе мы используем только премиум препараты. Это Ювидерм, Стилэйдж, Белотера. Но сегодня для Натальи мы выбрали препарат Стилэйдж М. В составе идет ледокаин. Почему именно этот препарат? Все-таки хочется сделать немного губы более объемными. Придать им наполненности, напитать их. И сделать так, чтобы контур был более четким. Поэтому будем использовать препарат Стилэйдж М 1 мл. По итогу результат будет естественным и красивым. Отличия Белотера Липс, Ювидерм и, например, Стилэйдж. Отличия незначительные. Они больше важны для врача, когда я подбираю препарат. Потому что нужно исходить из структуры тканей. У кого-то ткани более рыхлые, мягкие. Поэтому скорее предпочтительнее будет препаратом выбора Ювидерм. Либо Белотера. Потому что сам препарат по себе более такой пластичный и мягкий. Но если ткани у пациента более упругие, то есть более такие плотные. То лучше всего сделать Стилэйдж. Потому что он максимально будет подходить под эту структуру губ. Перед процедурой обязательно показываем препарат пациенту. Убеждаемся в целостности упаковки. И также у каждого препарата имеется паспорт. Здесь можно посмотреть название и срок годности. Мы уже завершили процедуру. Вот так выглядят губы сразу после контурной пластики. Без гематом. Без особого отека. У Натали хорошие сосуды. Крепкие. Поэтому нет гематом. Так бывает не всегда. Но в целом вы видите, что после процедуры губы выглядят очень красиво и естественно. Остается только реабилитационный период, который будет длиться в течение 3-5 дней. И губы будут более мягкими, естественными и натуральными. Я волнуюсь. Я волнуюсь, потому что мне кажется, что они у меня как попка у обезьянок. Они вот такая большая. Извините. Сегодня я посмелее. До этого мы делали всегда мне на 5, а сейчас нам в 2 раза больше препарата мне. Для меня это волнительно. Но тут вот я захотела. И вы знаете, кто смотрит мои сторис, я не использую фильтры. Но иногда очень велик соблазн, когда ты фильтр ставишь и там такие губки. Думаю, с губами мне хорошо. Тут я недавно купила леопардовый купальник. Тут еще губы. Остановите меня, если меня вынесет дальше. Ну, давайте. Вот как в инстаграме. Да, как на фильтрах. Мне нравится, что они, как я и хотела, вот такая сдернутая галочка. Но когда я сейчас говорю, я пока другая, я не узнаю себя. Да, через час вы уже привыкнете и будет отлично. Виктория, какой уход? Что мне делать сейчас? Сразу после процедуры обрабатываем флоргексидином и наносим средство от гематума. Все. Как долго я буду ходить с этим препаратом? Когда он растет? Приблизительно 9-12 месяцев. Если вы вообще не будете потом повторять процедуру, препарат полностью биодеградирует. У нас есть, собственно, фермент, который вырабатывается в организме, гиалорнидаза. Он расщепляет препарат и выводится естественным путем. Ну, собственно, вот в Ювидерм, когда мы делали в тот раз, на моем канале уже есть видео с процедурой, прошло 2 года. Он потихонечку-тихонечку вышел. Ну, вот он у меня оставался или нет? Немного был препарат, но совсем-совсем не надо. Они подсдулись. Девчонки, знаете, какой все-таки самая сексуальная часть тела у женщин по опросу мужчин? Не это, не это, а все-таки губы. И на первое, что обращает внимание мужчина, это рот. Вот. Сейчас, мне кажется, на мой рот будут обращать очень много мужчин. Внимание. Ладно. Когда вы будете выбирать место и доктора, где сделать контурную пластику губ, обращайте, конечно же, на сами препараты, потому что они должны быть сертифицированы, клиника лицензирована. Это должен быть врач, который делает вам процедуру. А второй момент – техники. И вот я сейчас, живя в Израиле, обращаю внимание, что очень много женщин, у которых гель где-то под носом, за пределами. И вижу, как многие женщины, у них препарат геля, вот не четко контур, да, а он прям под носом. Вот почему это? Сам препарат туда упал? Вообще, это достаточно распространенная проблема, но дело в технике. Потому что, если техника правильная, то форма губ, контур будет четким. Как только техника нарушается, препарат мигрирует и создается такое ощущение, как гилауроновые усы над губой, можно так это назвать. И, к сожалению, да, этот валик, он не расщепляется, форма остается такой очень долгое время, и это можно исправить только с помощью фермента. Поэтому гораздо проще, да, выбрать сразу. Короче, мы против валиков. И вот видите, сейчас у меня отек, да, но вот я потом покажу вам в Инстаграме, будете видеть мои губы без фильтров. Если, кстати, вы спостряли это видео, а потом посмотреть хотите, как у меня заживет, заходите в мой Инстаграм, если же Наталья, в сторисе без фильтров, вот там вот увидите губы зажившие. Ну все, благодарю за процедуру. Пожалуйста. Напишите в комментариях, как вам результат. Мы в следующих видео будем рассказывать о других процедурах для бьютификации ваших лиц. Все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, как обычно, здесь на колокольчик. Лайки, комментарии. Всем пока-пока.